галашейка устроилась хорошенечко и как хорошо она устроилась на кормушке друзьям я хочу показать курочка сидит но я не сомневалась ней она только мне несется моя хорошая хотя вчера я взяла два яйца так надо поднять вот эту вот лесенку наше время падает нужно немножко поломалась тут стой не пугайся только система на ну какая есть может она не нужно но я вот так для курочек ставлю лесенку уже и уточка проявляет интерес вот это вот темненькая сидит мне возле селезня она проявляет интерес заглядывает не сюда думаю что занесется скоро так живут уточки с курочками все мирно дружно никто никого не обижает друзья два яйца очередных каждый день я беру от уточек хватит им хватит сегодня у них праздник хватит серёжа потом подкину им чтобы они не затоптали эту капусту и те ждут сейчас мы дадим у нас тут целый мешок он какое богатство целый ну давай-давай кида и эти хотят да-да-да сейчас вам достанется шоке ну и сейчас они раздерибанят да давай возьми гуси не кидай гуси чтоб это сели будут валяться хотя должны сесть по идее куры ждут этим тоже кинь сереж мало старушка праздник и ты не прибей только их много не даваем капусты тоже много не давать завтра дадим еще а то обожрутся наши куры на радость хватит пошли быстро до молодых а курочка вышла сейчас гляну яичко она там снесла или нет черненькая вышла да вот слушайте прям собираю урожай как поедать смотрите какое яичко в кармане у меня уже два утиных и одну куриную главное донести до дома не распить сережка там кидает курёхом сереж надо еще посмотреть вода там есть нету кастрюля на месте стоит а есть там вода или нет не видно сейчас я пойду так все кто сидели в гнездах повскочили да боюсь я разобью яйца я пойду отнесу яйца сначала которые у меня в кармане а потом загляну сюда пока курочки кушать заняты я у них соберу яйца все заняты подлила водички курёшки пьют петька ты что ничего не делаешь проверяет станут чтобы все было в округе хорошо и спокойно тихо и никто не мешал курочкам кушать довольны воркуют давай я пойду давай 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 дайте пролезь дайте 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 да шо ж такое дайте мне пол есть куроке давай 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 ведро вынесу как мы разговариваем убежали курочки сережа такой что вытрухивал тут пакета увядали пакет и убежали а я забрала 4 яйца друзья курочки снесли мне уже 4 яичка сегодня сейчас у нас еще утро пока не обед надеюсь получить яйца еще сегодня от курочек вчера если честно мало снесли курёшки мало снесли старушки мне два яйца вчера снесли а на лодке 5 яиц представляете вот так то 11 яиц могут снести то 5 все могут да это могу работать а могу не работать относится к этой категории хочу работаю хочу не работаю до достала симкусняху и эти очередная вот показываю друзья что вы не думали что куры ничего не получают я не всегда снимаю до чем я кормлю своих курочек. Ну вот, сейчас у них капуста. И не только у курочек. И не только у курочек. У всех. Никто у нас не обделен. Курехи, утки, гуси. И всем нравится капуста. Они уже ее и наелись. Не особо они были голодные. Но овощи надо кушать, чтобы куры не зажирели. А мои куры, конечно, зажиревшие. Но уже немножечко мы поменяли ситуацию. Мы уже не такие зажиревшие, как были. Но мои сеноскости... Дай я подвину. Дай. Это, конечно, полу яла. Поэтому не надо перекармливать кур. Не надо, друзья. Совет вам большой даю. нежелательный. Чревато последствиями. Курочка-то что? Набирает вес. Это хорошо. Мяска будет много. Но яиц будет мало. У гусей ничего, друзья, не поменялось. Ничего. Мой прямоклювый, как одержал власть над этим вот лидером, бывшим. Так он эту власть и держит в своих руках. гусь с йодом на шее. В стороночке все время ходит, стоит. Мой прямоклювый не подпускает его к себе. И гусы ним тоже. Смотрите, еще капуста ему достается. Ну вот есть, чтобы потеребить. Сегодня уже сено давать не буду гусям. Капуста есть, сено не буду давать. Пусть кушают капусту. Яйца тоже, друзья, нету яйца. А гусыня заходит в гнездо. И сегодня она была с утра в гнезде. Сидела там. Наверное, больше часа. Но яйца нету. И в прошлый раз она так делала. Нету яйца. Но почему она заходит в гнездо, вот в чем дело. Может быть, хочет снести и не может. Вот уже у меня такой волнующий момент. Интересует. Она туда заходит, понимаете. Получается, гусыня снесла 7 яиц. И то она снесла 6 хороших, полноценных яиц. А седьмое мелкое. В два раза меньше. После этого яиц нету. Но она заходит в гнездо и там сидит подолгу. То есть такое ощущение, что она пытается снести яйцо, но его там нету. Впоследствии. Или она по привычке туда заходит. Может быть, это для них норма. Так и должно быть. Я не знаю. Кто знает, друзья, подсказывайте, почему она там сидит. Ну, я только могу предполагать, что по привычке заходит туда и там сидит. А может быть, она хочет и не может. Вот это для меня еще такой волнующий момент. Надеюсь, что у нее все хорошо. С внутренними органами, я имею в виду. А почему я об этом говорю? Потому что было одно яйцо, снесенное гусыней в домике, где они ночуют. Я вам уже об этом говорила. С мягкой скорлупой. И оно было раздавлено. А кто снес из гусыни, я не знаю. Может быть, она же. А может быть, другая. Но больше там таких яиц нету. Вообще никаких яиц нету. Ни хороших, ни плохих. Лучше, конечно, никаких, чтобы не было, да, чем были плохие. В общем, яиц нету, друзья. Гусиных. Ну, надеюсь, у гусыни сейчас это перерыв. Многие из вас мне об этом тоже пишут. Кто держит гусей. Что у гусыни перерыв. Ну, он может длиться неделю, минимум. А там посмотрим. А там посмотрим. Еще было такое предположение, что то мелкое яйцо, которое я нашла в гнезде, где гусыня несется, снесла другая. Не эта. То есть есть такие гусыни, которые сносят именно мелкие яйца. Ну, не знаю, друзья. Просто я в гнезде видела ту гусыню, которая несется именно. Поэтому после нее я нашла там это мелкое яйцо. вот. Поэтому думаю, что это она снесла именно та гусыня, которая неслась. Ну, так. Такие делы. Петух, как только я подхожу, так начинает петь. полюбит, наверное, меня. А он не один, правда. Меня любит. Там еще один поет. Ну, что такое? Что, моя хорошая? Петух, как же? Кушаем А эти что-то Раскидали И ничего не кушают Они голодные Гуляют тут У этого такая постепь тяжелая У этого селезня молодого Он когда ходит, земля трясется Вот я поэтому его Не закрываю Вот здесь загоня К остальным уткам Не перекидываю Здесь же много места Здесь можно свободно еще держать Уток 20 И вот этих двоих утят Я могу спокойно Переселить Правильно? Чтобы они мне здесь не гуляли Но если я их сюда переселю В этот загончик То они и сходают А так как я не планирую Их оставлять на плену Началась игра Смотреть Этот не запрокидывает голову Когда у него все заканчивается А вот этот гусь Когда Топчет гусыню И все заканчивается Он запрокидывает голову Наверх Не кричит От удовольствия А тут Как-то втихаря Все получается Не мешает он уже ему Вот так В общем Я не планирую Этих двух утят Оставлять на племя Поэтому В моих интересах Чтобы они быстрее Набрали вес И тогда я их Буду убирать Друзья Поэтому они у меня Тут и бегают На свободном выгуле Пусть пока бегают Месяцок Кстати По поводу уточки Еще же хочу сказать Видела Как аштан Вот эту вот Уточку топчит Кстати И темную Это тоже Двух темных Он любит темненьких Оказывается Брюнет Так он любит Он любит Темненькие Хотя эти тоже В принципе Не сильно светленькие Да Но они коричненькие Все-таки посветлее Он любит Темненьких Вот так Каштан Любит Темненьких Наверное Не только каштан Потому что Этот тоже Темненьких Любит Но Он же Дитятка Этот Селезень Дитяткам От каштана Ему Перешло По генам Любовь К темненьким Уточкам Перешло По генам Вот эту Любит Но она Красивая Мне тоже Она нравится Вон какая Красоточка Красотка Ну все Заняты Поеданием Труба Труба Тут упала Молодец Молодец Справился Со своей Работой Прямо Клювый И И опять Топтал Гусы Который Прямо Ну любит Любит Чтобы ее Это вот Обхаживали Такое ощущение Что одно и то же Топчет Может я не вижу Куда других Топчет Она Мелкая Но такая Проботная Вот так Такие дела Это вот Продолжение следует...